Добрый вечер. Спасибо за участие в нашей передаче. Ну вот подошел к концу саммит в Брюсселе и особого прорыва, к сожалению, для Грузии мы там не увидели. Как вы, в принципе, очень много звучало радостных возгласов на тему того, что уникальный партнер и так далее. Как вы, в принципе, оцениваете итоги для Грузии этого саммита? Ну, в принципе, это повторение того, что было с 2008 года. Это подтверждение поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии. Это слова о том, что Россия должна взять назад свои признания Абхазии и Цехинвальского региона. Потом то, что Грузия станет членом НАТО, обязательно и Украина. И все те инициативы, по которым сотрудничает Грузия с НАТО. Это и политические форматы, и военные форматы. Ну, то есть, что они 10 лет спустя считают, что Грузия не готова вступать в альянс? Не было такого политического прорыва по нескольких причин. Во-первых, конечно же, это первый саммит, когда новый американский президент участвует. И всегда это первый саммит, когда американский президент участвует, всегда, так сказать, партнеры присматриваются друг к другу. Скажем так, что большая коммуникая, она очень серьезная коммуникая. Это подтверждает еще раз, что все вот те вот такие опасения, которые были до этого, были беспочвенными. Это очень сильно, серьезное восприятие, восприятие угрозы. Оно началось с саммита Варшавского, и вот сейчас гораздо четче это все. В финальном коммунике то, что вот эта угроза, которая исходит от России, это гибридная угроза и военная, и также экономическая, финансовая, пропагандистическая. Это угроза не только для соседей России, но и дальше. Это угроза всему порядку, европейскому порядку и стабильности. К России мы сейчас вернемся. А на ваш взгляд, вот Грузии членство предоставлено не было. Представители НАТО все время говорят о том, что нужно достигнуть определенных стандартов и так далее. Как вы считаете, Грузия все-таки достигла этих стандартов или нет? Потому что, с одной стороны, периодически грузинские лидеры и лидеры НАТО говорят, что все, уже Грузия по всем параметрам подходит, но членство не дают. Это политическое, должно быть политическое решение. Я думаю, что, с одной стороны, правительство Грузии должно работать лучше, лучше продвигать идею этого членства Грузии в НАТО. Но, со второй стороны, я думаю, что созревает это. И, конечно же, без такой четкой позиции Соединенных Штатов, которая из-за того, что новая администрация сформировалась, я на этом саммите не ждал большого политического прорыва, так как надо было все-таки делать шаги в направлении единой стратегии, как НАТО будет продолжать свою деятельность. Вот я сейчас смотрю на реакцию многих граждан Грузии, экспертов и так далее, которые, смотря на то, что в очередной раз заявление, в очередной раз декларации, в очередной раз там что-то говорят. И есть такое ощущение, что люди, даже те, которые очень стремились и хотят, чтобы Грузия вступила в альянс, они немножко начинают отчаиваться, видя, как, например, буквально накануне опять была похищена 40-летняя женщина на линии оккупации. Были убийства от Атунашвили, от Хазория и так далее, безнаказанные. Вот это все происходит, а НАТО, как стратегический партнер, пока что не принимает и реальной защиты Грузии не происходит. Вот как бы вы людям, просто людям, гражданам Грузии, объяснили, что да, надо ждать этого вступления в альянс, и оно того стоит, все, что происходит? Это, я не думаю, что это не происходило бы, если Грузия не старалась бы войти в НАТО. Россия, она не против только членства Грузии в НАТО, она против Грузии как независимого государства. Она не хочет видеть Грузию как независимое, демократическое, экономически развитое государство. НАТО это только один из факторов, который сделает Грузию лучше, сделает Грузию безопаснее, сделает Грузию экономически более развитой страной. Но в принципе, вот этот конфликт с Россией, конфликт как раз о том, что Россия не хочет видеть Грузию богатой, безопасной и демократической. Она не хочет видеть ни одну страну, которая рядом с ней находится, богатой. Почему это плохо для России, чтобы соседи были богатые, независимые, демократические? Для нас, например, это хорошо, чтобы у нас соседи были богатые и стабильные, и демократические. Просто Россия, к сожалению, и политическая традиция, которая существует в России, считает, что богатые, демократические и стабильные страны, они меньше подвергнуты, так сказать, российскому влиянию. Да, они вот так считают. Они считают, что чем страна слабее, чем страна тоталитарнее, тем лучше можно свое влияние на эту страну распространять. И их все очень близкие, близкие такие друзья, странные друзья, это все тоталитарные страны, которых тоталитарно коррумпированные режимы хотят как раз дружить с ней. Ну, то есть, если некоторые граждане Грузии хотят быть друзьями России, надо стать тоталитарными и коррумпированными. Да, конечно, как раз лучше влияние оказывать на коррумпированные кланы гораздо легче, чем на демократические, которые можно на следующих выборах переизбрать свое правительство и другой клан просто. Сейчас вернемся ненадолго к Грузии, потому что очень интересна вот эта реакция общества, и она понятна, потому что тяжело слушать все время про какие-то трагические события и так далее. И, кроме того, даже если это отделить, очень тяжело все время слушать от политиков, от всех подряд, что ура, ура, вступаем в НАТО, каждый день завтра вступаем в НАТО бесконечно. И потом вот саммит, вот мы что-то ждем, и нету этого. Что бы вы, может быть, посоветовали, насколько эффективно, на ваш взгляд, или Грузия сама, или НАТО должны популяризировать, скажем так, вот это вступление в Альянс? Объяснять людям зачем, почему, что это дает вот сейчас на уровне вступления в организацию? Во-первых, демократическая трансформация и эффективное управление, которое, и реформы в этом направлении, это мы, Грузия, должны делать не потому, чтобы только вступить в НАТО, но потому, что мы хотим. Это модернизованное, такое демократическое государство. Поэтому, говорить то, что вот мы делаем реформы из-за того, чтобы, потому что мы хотим вступить в НАТО, это будет не точно просто. Да, конечно, из-за этого тоже. Ну, конечно, НАТО, это очень серьезный вопрос. Я думаю, что вот эта стратегия, стратегия НАТО о расширении еще формируется. Вот эти контуры видны, сдерживание России с одной стороны, с другой стороны расширение, потому что это альянс, и это расширение не направлено против России. Это просто те принципы, на которых был сформирован этот альянс. Я думаю, что просто как воспринимается это, абсолютно четко говорит, что что-то неправильно воспринимается это в России. Я думаю, что в России как раз меньше проблем со странами НАТО, самые стабильные ее границы, это границы с членами НАТО, а не с нечленами НАТО. Я думаю, что чем больше соседей богатых и стабильных и демократических, тем лучше для государства, того государства, с которым границы. Но вы не считаете, я, честно говоря, спросил про Грузию, вы не считаете, согласно, например, различным опросам, мы знаем, что там были ответы респондентов, 20% считали, что уже Грузия в НАТО, были опросы 41%, что военная мощь Соединенных Штатов меньше, чем у России и так далее. Как вы считаете, достаточно ли работа Грузии, правительство Грузии, я имею в виду в этой ситуации, или НАТО, может быть, должно этим заниматься, по объяснению, что такое НАТО, зачем, когда, почему? Недостаточно, я думаю, что стратегические коммуникации, это одна из самых слабых цвеньев нынешнего правительства, я думаю, что надо гораздо серьезнее над этим работать, надо иметь стратегию, так сказать, стратегию коммуникации, стратегические коммуникации, надо это все гораздо четче. Это ответственность Грузии или Альянса? Я думаю, что это ответственность Грузии. Грузия должна работать, а, конечно же, Альянс может помогать, поддерживать в этом, но главное, это национальная политика должна быть, а не политика откуда-то. Понятно. Насколько вы, вот как вы считаете, возможно ли, в принципе, что, поскольку вот Альянс НАТО, это такая демократическая, так сказать, организация, дискуссионная площадка, мы сейчас видели, что президент Трамп там выругал Германию, говоря о том, что они строят этот Северный поток-2 с Россией, платят туда огромные деньги, значит, критиковал других членов Альянса за то, что у них недостаточные военные бюджеты, как это положено по стандартам. То есть там очень разрозненные позиции. Насколько, учитывая вот эту разрозненность позиций, Грузия в ближайшее время вообще может ожидать какого-нибудь членства или продвижения своего? Я оптимистически настроен, потому что то может быть по форме, но не по содержанию. Те вопросы, которые поднимал президент Трамп, они звучали и до Трампа, просто у него форма была другая. 2% от валового национального продукта на оборону и 20% на модернизацию вооруженных сил от военного бюджета. Этот вопрос стоял давно. Я думаю, что я, насколько помню, даже во время Клинтона и точно Буша-младшего. И президент Буш поднимал этот вопрос, и президент Обама поднимал этот вопрос, и вот сейчас Трамп поднимает. Я думаю, что вот этот вопрос стоял НАТО, и я думаю, что, не думаю, что точно там много, есть такое общее, все согласны в общее согласие, что до того 2% надо поднимать, просто там расписано это по годам. Второй вопрос, это Северный поток-2. И поэтому была очень серьезная критика, и я вам скажу, что и в Германии даже двойственное отношение к Северному потоку, я вот последнюю, самую хорошую бумагу, которую читал, она написана как раз в Германии, немцами, и они очень сильно критикуют этот Северный поток-2, они тоже вообще вопросительные знаки над этим. Я думаю, что это не фундаментальные разногласия, если вы посмотрите в коммунике, то там четко указано, что фундаментальных разногласий в Альянсе нет. Что касается стратегии, которая будет формироваться, как идти вперед, я думаю, что до следующего саммита эта стратегия будет уже четко обозначена. Ну вот, например, если смотреть на лидера Евросоюза и очень серьезного члена Альянса, Германию, которая реализовывает вот такой масштабный проект с Россией, я говорю про Северный поток-2, и никто особо не спорит, что этот проект наносит некий ущерб, например, Украине, после которой были введены все санкции и так далее. А как, например, страна, как Германия, учитывая все эти проекты, почему она вообще должна голосовать за то, чтобы принять Грузию? Германия, конечно же, одна из самых серьезных членов, партнеров Североатлантического Союза. Я думаю, что, конечно же, Германия в конце концов всегда принимает решение, основываясь на принципах солидарности, несмотря на то, что могут быть какие-то национальные приоритеты. Я думаю, что вот этот Северный поток-2, как я сказал, и в Германии, он также однозначно оценивается. И я недавно слышал заявление самой Меркель, которая очень критически отозвалась. В конце концов, я думаю, что вот этот проект не будет реализован, потому что там два пакета причин, почему это не должно реализоваться. Одна абсолютно техническая, потому что там нет столько газов и есть газопроводы, которые снабжают Европу и могут проводить российский газ, и нет нужды в другом проекте. А второе, конечно же, оно принимает большое политическое значение из-за того, что оно обходит очень много восточноевропейских стран, и политически оно подмывает принцип солидарности, на котором основано вообще западное. Правда, наверное, заявление Трампа, когда он в такой своей манере говорил о том, что вот мы тратим 90% бюджета НАТО, вы говорите, что вас надо защищать от России, и сами же передаете ей миллиарды. Ну, есть логика какая-то, да? Да, конечно, ну, вопрос стоял и до Трампа, и Трамп просто поднял в свойственной ему манере этот вопрос, но этот вопрос был очень, эти два вопроса были очень противоречивые вопросы, которых эта дискуссия внутри Альянса всегда была. Но я опять повторяюсь, это не фундаментальные вопросы, на которых основывается Альянс. Такие разногласия всегда и между партнерами, и между союзниками всегда бывают. Я думаю, что фундаментальных разногласий по будущему Альянса в Альянсе нет. И там очень четко это все указано в финальном документе, как воспринимаются угрозы всему Альянсу, и как надо, может быть, обрисовываться ответы на эти угрозы. Поэтому я думаю, что после этого саммита, если Альянс, те принципы, на которых Альянс основан, не пострадали. Завершающий, на такой большой вопрос. Согласны ли вы с очень распространенным, в том числе и в Грузии, мнением, что страны Альянса не принимают Грузию из-за российских военных баз и оккупации? И как вы относитесь к этой идее, озвученной в том числе недавно Люком Кофи, по поводу пятого параграфа и вступления в Альянс без оккупированных территорий? Люк Кофи не говорит о без оккупированных территорий. Доклад Люк Кофи подразумевает под себя, что Грузия без какого-то компромисса территориальной целостности может не распространяться до реинтеграции этих регионов в Грузию, не распространяться на эти регионы. Поэтому я думаю, что это серьезная работа Люк Кофи, я думаю, что если будет, то все сходится. То есть речь там была о том, что вся Грузия неделимо входит в Альянс, но просто пятая статья не распространяется конкретно на эти регионы? Да, это формулировка была, да. Понятно. А насчет того, что Грузию не принимают именно из страха перед Россией? Наверное, российский фактор играет, конечно, роль, но я думаю, что все сходится к консенсусу и политическому решению. Я думаю, что нет проблем найти политическую формулу, как Грузию принять в НАТО в ситуации, в которой мы находимся, когда регионы оккупированы Россией. Вы видите возможность, что если Грузию принимают в Альянс, война с Россией? Нет, я не вижу такого. То есть 41%, которые считают российскую военную мощь выше, чем штатов, они не совсем правы, да? Нет, нет, конечно же, это абсурд. Наверное, российская пропаганда и, наверное, теми методами, которые российская пропаганда очень сильно использует, это практически информационная война, идет против Грузии. И они думают, что в конце концов эту войну можно выиграть, так как она противоречит всем интересам граждан Грузии. Спасибо за интервью. Спасибо вам. Спасибо.